– Коллеги, добрый день! Рад вас всех видеть в Министерстве иностранных дел на нашем брифинге. Позвольте вас сначала ознакомить с внешнеполитическими мероприятиями с участием министра иностранных дел. Буду кратким, поскольку, наверное, будет удобнее вам ознакомиться с более подробными нашими оценками предстоящих визитов через наш сайт, где мы будем размещать последовательно комментарии, чтобы сегодня сильно не отвлекаться от других тем. Итак, сразу после праздников, даже, скорее, так скажем, во время праздников и после, у нас в Москве будет находиться министр иностранных дел Испании господин Гарсия Маргальо. Рабочая часть визита пройдет 10 марта. В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет со своим коллегой обстоятельные переговоры. Визит испанского министра призван придать новый импульс российско-испанским отношениям по всем азимутам, а также способствовать укреплению нашего сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Что хотел бы в этой связи особенно отметить. Министры обменяются мнениями о состоянии отношений России с Европейским Союзом. Под углом зрения содействия их нормализации наметят пути взаимодействия в ООН в период непостоянного членства Испании в Совете безопасности в 2015-2016 годах. 11 марта в Москве будет с рабочим визитом находиться министр иностранных дел Республики Абхазия Вячеслав Черикба. В этот день в особняке пройдут переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Состоится обстоятельный обмен мнениями по широкой тематике двусторонних отношений, обсуждение путей их дальнейшего продвижения. Особое внимание будет уделено совершенствованию внешнеполитической координации в региональных делах, в том числе под углом развития ситуации на женевских дискуссиях, а также в вопросах укрепления международных позиций Абхазии. В этот же день, 11 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров проведет очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Предстоит подвести итоги реализации в прошлом году государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, которые проживают за рубежом. Обсудить концепцию Пятого Всемирного Конгресса соотечественников, который намечен на октябрь нынешнего года, а также ход подготовки международной конференции «Российская эмиграция в борьбе с фашизмом», которая пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в мае нынешнего года. 16-17 мая, марта, простите, пройдет рабочий визит в Россию министра иностранных дел Королевства Бахрейн, Халидал Халифы. В ходе пребывания главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Москве на 16 марта запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предстоящие консультации мы рассматриваем в контексте успешно развивающегося двустороннего диалога по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки дня. Такой обмен мнением позволит оценить ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время состоявшихся в 2014 году визитов в Российскую Федерацию Короля Бахрейна Халидал Халифы и наследного принца Бахрейна Сальмана Аль Халифы, в том числе в плане практической реализации заделов для наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и инвестиционной сферах. С 17-19 марта по приглашению министра Лаврова с рабочим визитом в Москву посетит министр иностранных дел, франкофонии и регионального сотрудничества Габонской республики Эммануэль Созенгонде. В ходе переговоров 18 марта Сергей Лавров и габонский министр обсудят широкий спектр вопросов расширения двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Предстоит углубленное обмен мнением по ключевым темам мировой и африканской повестки дня с акцентом на разблокирование кризисных ситуаций в Африке. Вы уже, наверное, конечно, знаете, но все же с учетом официального статуса брифинга хочу проинформировать вас, что в соответствии с договоренностью, которая была достигнута в ходе телефонного разговора 2 марта глав государств Нормандской четверки, 6 марта, то есть завтра, в Берлине пройдет встреча высоких представителей МИД стран Нормандской четверки. Ее участники планируют обсудить некоторые практические вопросы процесса урегулирования украинского кризиса в контексте реализации Минских соглашений от 12 февраля. Российскую делегацию возглавит статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. Теперь несколько слов и комментариев по поводу деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Вы, наверное, видели такие жаркие полемические споры на разных политологических площадках у нас здесь в Москве и за рубежом на тему, что должна делать эта миссия, что она пока не делает и так далее. Вот попытаюсь внести ясность в этот вопрос. Естественно, очень внимательно следим за их докладами о ситуации с выполнением Минских договоренностей от 12 февраля. Скажу, что миссии, как вы знаете, поручено наблюдать за тем, как стороны украинского конфликта выполняют обязательства по соблюдению режима прекращения огня, отводу тяжелых вооружений и обмену пленными. Сейчас содействие полной и своевременной реализации Минских договоренностей от 12 февраля является наиглавнейшей задачей миссии. К сожалению, эта миссия не сразу проявила должное стремление к выполнению своих функций, которые были определены в Минских договоренностях. Пришлось обратить внимание и руководству миссии, и действующее сербское председательство, а также секретариату БСЕ на недопустимость уклонения от поставленных задач под всякими надуманными предлогами. Были необоснованы требования миссии к представителям Донецкой и Луганской народных республик предоставить полные данные о местах нахождения вооружений, маршрутов и времени отвода вооружений и пунктов их складирования. Ничего этого Минскими договоренностями от 12 февраля не предусмотрено. Миссия БСЕ должна следить, как мы говорим, за чистотой зоны безопасности, а не за новыми местами дислокации вооружений. Хотя на добровольной основе, надо сказать, руководители Донецкой и Луганской народных республик предоставили миссии необходимую дополнительную информацию. Сейчас ситуация с наблюдением выправляется, о чем свидетельствуют последние отчеты миссии БСЕ. Очень надеемся, что руководство миссии будет следовать своим заявлениям и приложит необходимые усилия для выполнения функций мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. В условиях хрупкого перемирия на юго-востоке Украины деятельность наблюдателей ОБСЕ должна быть беспристрастной, хорошо отлаженной, системной. Важно одинаково наблюдать за отводом вооружений с обеими сторонами конфликта, объективно и в полной мере отражать в отчетах ход выполнения обязательств украинских сторон. В свою очередь будем продолжать оказывать специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине всю необходимую поддержку. Теперь несколько слов о военных аспектах содействия Украине со стороны целого ряда западных государств. Хочу сказать, что на фоне достаточно успешного выполнения договоренности о прекращении огня на Донбассе, которое было достигнуто 12 февраля нынешнего года в Минске, при содействии лидеров стран нормандского формата, вызывает самую серьезную озабоченность продолжающей поступать сообщения о намерениях Соединенных Штатов Америки и начать массированную поставку вооружений на Украину. В американском Конгрессе даже разрабатывается специальный закон, который предусматривает выделение 1 миллиарда долларов США на оснащение и обучение украинских войск, как будто в Вашингтоне собрались их взять на полное содержание. Более того, по имеющимся данным, в эти дни на Яворовский полигон в Львовской области перебрасывается до 300 военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил США, которая расквартирована в Италии. Эти военнослужащие будут обучать украинских солдат обращению за океанской боевой техникой. Таким образом, американские военные уже находятся на Украине. Очевидно, что они собираются принести в эту страну отнюдь не мир. Хотелось бы, чтобы киевские власти и весь украинский народ задумались над последствиями таких шагов. Пожар гражданской войны оружием не погасить. Это можно сделать только через политический диалог между противостоящими сторонами. Кроме того, мы вновь предупреждаем Вашингтона о колоссальном ущербе для наших двусторонних отношений, если жители Донбасса начнут убивать из американского оружия. Поставки вооружений чреваты не только срывом перемирия и новой эскалации на Юго-Востоке, но и угрожают безопасности Российской Федерации, о чём мы не раз говорили. И территория нашей страны, как Вы знаете, многократно подвергалась обстрелам с украинской стороны. Я бы хотел отреагировать на большое интервью бывшего председателя Меджлиса крымско-татарского народа господина Джемилёва, которую он дал недавно французскому ежеквартальному журналу «Международная политика». Остановлюсь на это несколько подробнее, поскольку тема очень разогрета, и в том числе в средствах массовой информации. Думаю, что такой комментарий будет небезынтересен. Сразу процитирую его одну из ключевых фраз этого интервью. Цитата. «98% крымских татар хотят возвращения Крыма в состав Украины, так как вынуждены жить в атмосфере террора, создаваемого оккупационными властями». Конец цитаты. В этой связи хотел бы обратить внимание на то, что после воссоединения Крыма с Россией всё чаще предпринимаются попытки политизировать вопрос о крымских татарах, использовать крымско-татарский народ в качестве разменной монеты при реализации своих узкокорыстных политических интересов. Некоторые наши партнёры проводят линию на закрепление в международном общественном сознании статуса выразителя интереса всех крымских татар именно Джамилёвым. Провокационные действия этого гражданина, осуществляемые при поддержке западных спонсоров, и антироссийские заявления на международных площадках вовсе не способствуют обеспечению спокойной и благополучной жизни крымских татар. Скорее, наоборот, ведут к обострению на полуострове межэтнических отношений. Хотел бы отметить полную безосновательность утверждений господина Джамилёва о якобы имеющих место на территории Крыма массовых похищениях крымских татар, как он выражается, а также, цитата, «многочисленных незаконных обысках и арестах крымско-татарских активистов». Конец цитаты. Вбрасываемый Джамилёвым тезис о массовых настроениях крымских татар в пользу возвращения Крыма в состав Украины грубо искажает действительность. Гражданин Украины и депутат Украинской Верховной Рады, господин Джамилёв, известен своими оголтелыми, антироссийскими и русофобскими взглядами. Ввиду его провокационной деятельности и заявлений Джамилёва в апреле прошлого года на пять лет был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Господин Джамилёв развил бурную деятельность и после назначения его уполномоченным президентом Украины по делам крымско-татарского народа. Он стремится создать в Крыму опасный очаг сепаратизма и подменить таким образом идею национально-культурной автономии местных татар национально-территориальной. В настоящее время он пытается протолкнуть идею переселения крымских татар в Херсонскую область Украины и размещение там органов самоуправления, как он говорит, властей Крыма в изгнании. В райцентр Генеческ Херсонской области уже перенесена штаб-квартира этого бывшего Меджлиса. Стоит отметить, что Джамилёв не пользуется поддержкой значительной части крымско-татарского населения. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что, несмотря на его призывы бойкотировать референдум о воссоединении Крыма с Россией 16 марта прошлого года, большинство крымских татар поддержало вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Господин Джамилёв сознательно игнорирует то обстоятельство, что значительная часть крымско-татарской общины пошла на диалог с Федеральным Центром, направив своих представителей для работы на руководящих должностях в Республику Крым, а также приняла активное участие в прошедших 14 сентября прошлого года выборах в местные органы власти. Безапелляционные заявления Джамилёва говорят о его оторванности от сложившихся реалий и жизни в современном Крыму. Иначе он должен был бы знать, что в настоящее время решение вопроса об учёте культурных, религиозных и иных интересов крымских татар, которые проживают на территории Республики Крым, придаётся приоритетное значение российским руководствам. На полуострове развернута работа по формированию полноценной национально-культурной автономии крымско-татарского народа. Крымско-татарский язык признан государственным языком Республики Крым наравне с русским и украинским, что и в помине не было в прошлом. Напомню, что 21 апреля прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал специальный указ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития, на основе которого разрабатывается комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению народов, которые подвергались незаконным политическим репрессиям по национальному и иным признакам, в том числе административным высылкам. Упомянутый президентский указ лежит в основе системных мероприятий, которые связаны с комплексной реабилитацией крымско-татарского народа, как политической, так и экономической, на базе федеральной целевой программы по развитию Крыма до 2020 года, которая была принята 11 августа прошлого года. Напомню, объем финансирования этой программы составляет внушительную сумму 681 миллиард рублей. С учетом изложенного, вынужден констатировать, что целью последних высказываний господина Джемилёва в интервью французскому журналу «Международная политика» является искажение реальной ситуации в Крыму, очернение работы местных властей по улучшению положения крымских татар и попытка обострить межэтнические отношения на полуострове. Мы обратили внимание на заявление представителей Европейского Союза на 69-й сессии Генассамблеи ООН 26 февраля при принятии резолюции о 70-летии окончания Второй мировой войны. Как вы знаете, напомню, что эта резолюция была принята по инициативе Российской Федерации. Позволю себе сказать о том, что представитель Европейского Союза заявил, что это событие якобы принесло многим европейским странам не свободу, а новые преступления против человечности. Ранее схожие тезисы прозвучали со стороны представителей Европейского Союза и при принятии резолюции Генассамблеи ООН борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Резолюция была принята в ноябре прошлого года, а также при принятии министерской декларации о 70-летии окончания Второй мировой войны на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Базале в декабре прошлого года. Так что заявление представителей ЕС в ООН отнюдь не какая-то случайность. В этой связи мы выражаем возмущение и решительное несогласие с этой произвольной и кощунственной псевдо-юридической квалификацией. Сожалеем, что Европейский Союз вновь пошел на поводу у некоторых своих членов, которые одержимы антироссийскими устремлениями и позволил себе абсолютно недопустимую трактовку событий, которые связаны со Второй мировой войной. Хорошо известно, что после освобождения Красной Армии оккупированных частей СССР и стран Восточной Европы были собраны и задугументированы многочисленные свидетельства зверств и преступлений против человечности, которые были совершены против мирных граждан Советского Союза, стран Восточной Европы, Гитлеровской Германии и ее пособниками. Однозначная юридическая квалификация этих жестоких деяний, возведенных в рамках государственной политики, дана в решениях Нюрнбергского трибунала и последующих за ним национальных судебных процессах. Следует подчеркнуть, что принципы, которые зафиксированы в Уставе ООН и решении Нюрнбергского трибунала, признаны Генеральной Ассамблеей ООН в качестве принципов международного права. Поэтому любые попытки Европейского Союза исказить правду о Второй мировой войне или решении Нюрнбергского трибунала оскорбляют память миллионов и миллионов советских воинов, отдавших жизнь за освобождение Европы, о невинных жертвах немецко-фашистского режима. Мы решительно осуждаем стремление Европейского Союза использовать предстоящий юбилей для очередных нападок на Россию. Призываем Европейский Союз отказаться от потакания откровенно реваншистским настроением, распространенным среди отдельных его членов, в попытке в конъюнктурных целях пересмотреть итоги Второй мировой войны и решения Нюрнбергского трибунала. Мы продолжаем с настороженностью следить за ситуацией в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, ситуация остается весьма нестабильной. После обострения, которое прослеживалось с начала года, во второй половине февраля наступило некоторое затишье. Это признали представители сторон в ходе мониторинга, который был проведен личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжием Каспшиком 20 февраля нынешнего года. Однако последние данные, которые поступили в первых числах марта, свидетельствуют об очередном всплеске нарушения режима прекращения огня. К сожалению, есть погибшие. Вчера господин Каспшик провел мониторинг на линии соприкосновения. Он будет готовить специальный доклад. Полагаю, что более подробные сведения о том, как обстоят дела, можно будет получить у представителей ОБСЕ от самих мониторов. В этой связи я хотел бы призвать стороны проявлять сдержанность и не допускать действий, которые ведут к дальнейшему росту напряженности. Призываем стороны четко придерживаться мирного пути урегулирования конфликта, как об этом было заявлено на саммите в Сочи 10 августа прошлого года. Несколько слов о ситуации в Сирии. Ситуация в этой стране остается крайне напряженной. Отряды исламского государства и группировки Джабхата Нусра, других радикальных группировок наращивают террористическую активность. Прискорбно, что доставка гуманитарной помощи на контролируемые джихадистами территории в губернаторствах Алеппо, Идлиб, Ракка, Хосека и Дерезор практически полностью заблокирована. Помимо острой нехватки, самого необходимого для нормальной жизни мирного населения, на обширной части Сирии страдает от бесчисленных порядков, которые силой навязываются так называемым исламским государством. Игиловцы методично укрепляют свою власть на территории провозглашенного ими халифата. Фактически повсеместно там стала практика уплаты представителями других конфессий, прежде всего христианами, дополнительного налога, так называемой джизьи. Недавнее решение об освобождении джихадистами 19 из порядка 200 захваченных в заложники христиан-сирийцев в долине реки Хабур на северо-востоке Сирии было принято после уплаты ими соответствующей так называемой задолженности и штрафов. Интенсивность авиаудара в ведомой США коалиции по борьбе с исламским государством не изменилась. Эффективность таких действий по оценкам очень многих экспертов по-прежнему крайне низкая. На земле террористам противостоят сирийские правительственные войска и курдские ополченцы, которым удалось в последнее время вытеснить игиловцев из ряда деревень и населенных пунктов с преимущественно курдским населением. Отряды умеренной оппозиции в надежде на скорую помощь извне ужесточают, к сожалению, свои подходы к возможным договоренностям с официальным Дамаском, в том числе по вопросам реализации плана специального послания к генеральному секретарю ООН по Сирии Стефана де Местуры по осуществлению локальных заморозок в Алеппо. По сообщениям СМИ в турецком городе Килис на днях состоялось совещание так называемого Реввоенсовета Алеппо и ряда деятелей национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции, включая ее председателя господина Ходжу. На нем решено, что оппозиционеры не пойдут на контакты с де Местурой до тех пор, пока он не предложит некую взаимоприемлемую формулу урегулирования сирийского кризиса, которая, по сути, вычеркнет сирийского президента Башара Асада и его правительства из политической жизни страны. Такая оппозиция вызывает большую тревогу и разочарование. Очевидно, что целью является срыв наметившейся перспективы перемирия после полученного де Местурой согласия руководства Сирии на приостановку в течение шести недель авиационных и артиллерийских ударов в пределах Алеппо. Вместе с тем, дела на земле у самой умеренной оппозиции по-прежнему идут из рук вон плохо. Активно опекаемое Вашингтоном движение ХАЗМ на днях получило очередной болезненный, если не сказать более решительно смертельный удар от Джабхата Нусры, отряды которой отбили у умеренной оппозиции важный стратегический объект, бывшую базу 69 вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. При этом находившееся там вооружение досталось именно террористам, а часть умеренных боевиков попросту влилась в ряды победителей. Это вновь остро ставит вопрос о том, в чьих руках в конечном итоге оказывается оружие, которое США и их союзники дают так называемым умеренным боевикам. На этом фоне настораживает прозвучавшее из Вашингтона заявление о том, что возможное нападение сил Башара Асада на умеренную сирийскую оппозицию под предлогом борьбы с приверженцами исламского государства откроет дверь для проведения США атаки на правительственные силы Сирийской Арабской Республики. Российская сторона, в свою очередь, продолжит многовекторную работу, которая включает и дальнейшие контакты между сирийскими сторонами на московской площадке в интересах достижения политического урегулирования в Сирии, скорейшего прекращения кровопролития и страданий мирного населения и консолидации сил сирийцев для разгрома террористов и экстремистов. Ну и, пожалуй, последний момент, связанный с урегулированием в Мали. 1 марта в Алжире представители малийских властей, международных посредников и ряда таурекских организаций был парафирован проект соглашения о мире и примирении в Мали. Мы считаем этот шаг, идущий в позитивном направлении, приветствуем наметившееся продвижение в ходе очередного этапа переговорного процесса по малийскому урегулированию, что имеет важное значение для достижения общественного консенсуса по разблокированию кризиса в этой стране. Вместе с тем отложено парафирование документа некоторыми таурекскими объединениями, в том числе координацией движения Азавада. Которые ссылались на необходимость обсуждения его положений непосредственно с населением северных районов Мали. Сохраняются определенные разногласия сторон и по будущему государственному устройству этого государства. Рассчитываем на снятие спорных моментов участников конфликта и на выход на договоренности, которые обеспечат подписание соглашения в возможно короткие сроки в интересах восстановления мира, стабильности и безопасности в этом африканском государстве. Спасибо вам за внимание. Жду ваших вопросов. Алиараби, давайте, пожалуйста. Ну, раз вы первый. Хорошо. На прошлой неделе появилась информация в арабской СМИ, что на прошлой неделе была делегация с оппозицией Сирии, Конституционный комитет и другие партии в голове этой делегации. Вы встретились с господином Богдановым, были переговоры. И то, что мы узнали от результатов этих переговоров, что Россия дала добро перенести второй московский диалог, который был должен, то есть планировали его организовать в конце марта, теперь Россия якобы согласилась перенести это полтора месяца с целью расширять, конечно, группа участников. Вот в Аннауцах МИДа ничего не было. Хотелось бы знать от вас более подробнее информацию об этой встрече между Маннам и Богдановым. Спасибо. Вы знаете, то, что ничего не было, это не значит, что не было. Поэтому вы знаете, что мы достаточно открыты, всегда рассказываем вам о контактах, даже приглашаем вас. Вот недалеко, как январская встреча показала, что достаточно большой интерес проявили средства массовой информации. Понимая это, мы обеспечили вам возможность послушать оценки министра иностранных дел и пригласили на итоговую встречу, которая проводилась здесь в Москве в особняке. Подробностями не располагаю. Могу вам единственное, что сказать, что, как вы говорите, сдвижки дат очередного раунда межсирийских контактов на московской площадке, это, наверное, здесь есть передёргивание со стороны тех средств массовой информации, услугами которой вы пользуетесь. Думаю, что не секрет, сразу скажу, что у нас очень широкие контакты со всеми сирийскими оппозиционными силами, естественно, и с сирийским руководством, поэтому контакты с Национальным координационным комитетом входят как раз вот в круг тех задач, которые должны обеспечить более широкое представительство сирийской оппозиции на предстоящей в апреле второй части межсирийских консультаций на московской площадке. Замечу, что мы активно поддерживаемые роли Египта, который параллельно работает с и Национальным координационным комитетом, и другими оппозиционными движениями, поэтому ответ таков, что, видимо, целый ряд оппозиционеров, которые не сочли возможным участвовать в первой московской встрече в январе, сейчас абсолютно понимают, что без диалога внутрисирийские проблемы вряд ли удастся решить, особенно в нынешней очень сложной ситуации с учётом фактора исламского государства и расширения его деятельности не только на территории Сирии, но и в регионе в целом. Поэтому бывают те этапы и те контакты, которые по разным причинам или по договорённости сторон средствам массовой информации детально не придаются. Поэтому не ищите здесь каких-то подводных камней или что-то мы утаиваем, но думаю, что предстоящие раунды этих консультаций дадут вам возможность из первых уст узнать о тех результатах, которые... поймите, я уже не первый раз возвращаюсь к теме, что подготовка любых мероприятий – это очень сложный дипломатический процесс, особенно что касается межсирийского диалога. Поэтому... ...пока недоступна конкретная информация. Я бы не говорил об этом как о переговорах. Переговоры ведут сирийские стороны. Мы предоставляем им место и возможности для прямого откровенного диалога и обмена мнениями. Поэтому в плане подготовки, конечно, идут разные контакты с различными представителями оппозиционных сил сирийских. Спасибо. Так, ну, теперь вот Дарья, пожалуйста, Интерфакс. Александр Казимирович, какова реакция Москвы на начало учений НАТО в Черном море? Как стало известно, сегодня туда вошло шесть кораблей Альянса. Соответствует ли это международному праву, международным договорам? И как активность Альянса повлияет на ситуацию на Украине? Спасибо. Да. Я бы обратил ваше внимание, во-первых, на интервью нашего постоянного представителя при НАТО, Александр Грушко, который мы с удовольствием выложили на наш сайт, где он также касается приготовления Альянса на так называемом восточном рубеже Североатлантического блока. Что касается захода кораблей, конечно, это я бы назвал весьма тревожным сигналом и провокационной затеей, которая абсолютно не добавляет стабильности и уверенности в том, что мирный процесс на Украине будет ускоряться. И, понимаете, любое военное присутствие вблизи регионального конфликта – это всегда очень опасный манёвр, который вполне может привести к различным неприятным последствиям. Ну, естественно, каждый раз – это же не первый заход американских кораблей, да? Были и прецеденты захода туда и французских кораблей и так далее. Надеемся, что всё же военное командование США дает себе отчёт в том, что присутствие военных кораблей Соединённых Штатов – это отнюдь не знак того, что этот фактор будет способствовать политическому урегулированию украинского конфликта. Я бы сказал даже так, что это немножко, ну, условно, противоречит тем заявлениям публичным, которое делает администрация в пользу исключительно политического урегулирования конфликта на Украине, и в чём неоднократно признавались представители администрации, которые активно поддержали Минские соглашения от 12 февраля. Поэтому вот в комплексе хочу сказать, что это весьма неприятный фактор, который, как мне кажется, военное командование, ещё раз повторю, должно отдавать себе отчёт в том, что такие провокационные действия могут иметь самые серьёзные последствия для хода урегулирования этого конфликта. Так, пожалуйста, ну, мы женщинам, наверное, будем отдавать предпочтение, да? Спасибо. ТАСС, пожалуйста. Агентство ТАСС, Мария Глушкова. Александр Казимирович, сегодня состоялась церемония обмена ратификационными грамотами по договору о союзничестве и стратегическом партнёрстве между Абхазией и Россией. Вступил ли в силу этот договор? Да, насколько я понимаю, в соответствии с договором он вступает в силу после обмена ратификационными грамотами. С учётом того, что сегодня обмен этот состоялся, договор считается вступившим в силу. Я думаю, что вы следили за тем, что для тех, кто не следил, обмен провели статус-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин и посол Абхазии в Москве, господин Ахба. Так, ну, теперь, Рашид Тады, пожалуйста. Александр Казимирович, возвращаясь к московской встрече с сирийской оппозицией, всё-таки на следующий раунд эти встречи будут направлены к приглашению по индивидуальному порядку или по представителям? Потому что, как бы, претензии со стороны оппозиции, которая не пришла на первой встрече, было по поводу, что они индивидуально были приглашены. Пока не могу вам сказать, как будут направляться приглашения. Пока идёт очень кропотливая работа для того, чтобы следующий шаг, а он ещё, как бы, ну, точно не определён, но всё идёт к тому, что, скорее всего, этот второй этап произойдёт на московской площадке. Наверное, чуть поближе, когда будут проясняться очертания представителей сирийской оппозиции, будет понятно, какие приглашения будут рассылаться и кому. Вы сами понимаете, что, как бы, российские официальные лица так впрямую не участвуют. Всё идёт по линии наших общественников, которые содействуют этому диалогу. Но, тем не менее, вопрос принят. Я постараюсь прояснить для вас детали того, как готовятся эти приглашения. На одном из ближайших брифингов постараюсь ответить на этот вопрос. Так, спасибо. Ну, почти три арабских подряд это... Давайте мы вот попросим... Да. Пожалуйста, Кипрюто. Меня зовут Суфоколиз, я корреспондент Газели Харафгис Кипр. Я несколько десятилетий был дипломатом, поэтому я молчал публично. Сейчас я могу свободно говорить. На прошлой неделе был совершён первый официальный визит президента Кипра в Россию, и он был очень успешен. Несмотря на это, начались нападки очень серьёзные, на очень высоком уровне со стороны некоторых государств. Например, посол США на Кипр в своём твиттере написал коротко. Президент ваш совершил официальный визит. Первый глава страны члена Европейского Союза за год, точка, был убит Борис Немцов. Как кипрский народ комментирует это? Второй. Министр по европейским делам Англии, Лидик Том, сказал, что нехорошо, что развивается военное сотрудничество между Кипром и Россией. Кстати, президент Кипра сказал, что он, несмотря ни на что, он будет на празднование 70-летия победы над фашизмом в Москве. А последний, польский журналист во время празднования конференции в ТАСС, вёл себя отвратительно. Он спросил президента, за сколько денег вы решили дать военной базе русским. Президент ответил, что вы, наверное, судите по себе. Я бы хотел, если вы хотите, прокомментировать такое поведение и нападки, которые продолжаются, кстати, во многих СМИ в Европе против нашего президента. Да, спасибо. Ну, вы знаете, что нападки были не только после визита, но и до поездки вашего президента в Россию, поэтому здесь как бы неожиданностей не было. То, что люди не умеют себя вести и теряют чувство меры, это тоже мы очень хорошо видим сейчас на примерах заявлений по Украине и по другим моментам. То, как в медийном пространстве представляется Россия, не только в этой связи, но и, в принципе, в международных делах. Поэтому я, ну, что вам сказать, все договорённости достигнуты, визит очень успешный, сотрудничество развивается по восходящей. Очень серьёзный импульс этот визит придал и экономическим связям, политическому диалогу. Обо всём этом сказали президенты на пресс-конференции. Ваш президент выступал в известных рейтинговых программах телевизионных, как «Формула власти» и на пресс-конференциях. Поэтому, ну, у каждого же своё восприятие международных событий, правильно? Мы будем развивать этот диалог так, как считаем нужным. Ну, а те, кому это не нравится, ну, пусть высказываются так, как думают, а караван пойдёт дальше. Спасибо. Так? Пожалуйста. Агентство «Анадол» Елена Тесова. У меня вопрос в продолжении вопроса. Вот, коллеги, Россия подписала договор о военном сотрудничестве с Кипром и о военно-техническом с Египтом. Не могли бы Вы дать какие-то подробности, что предполагает этот договор о военно-техническом сотрудничестве с Египтом? И предполагает ли договор о военном сотрудничестве с Кипром присутствие российских военных кораблей у берегов Кипра? И если да, то когда они войдут в акваторию? Вы знаете, я предложил бы Вам просто обратиться за этими разъяснениями к нашим военным экспертам, которые в том числе участвовали в подготовке соответствующих документов. Кстати, возвращаясь вот к предыдущему ответу нашего кипрского коллеги, почему-то я вот не слышу голосов неудовлетворения, что к нам едет премьер-министр Италии. Давайте последим, как это будет завтра развиваться у нас здесь в Москве. Это будет рабочий визит. Так, пожалуйста, ну теперь, конечно, наш еще один арабский коллег. Газета, алхаритет, телевидение для Боярабских Эмиратов. Как мы знаем, что Россия и Евросоюз отделятся с санксами? И особенно сейчас идет речь о новой санкции против Москвы, как вы читали. По вашей оценке, на какой перспективе отношение между Россией и Евросоюз идет? Это первый вопрос. А второй вопрос, пожалуйста. Есть какие-то сотрудничества между Россией и Советским Союзом? Урагирована ситуация в нескольких стран, в Ближнем Востоке. Спасибо. Второй не очень понял. А есть какие-то сотрудничества между Россией и Евросоюзом по поводу урагирования ситуации, кризис, который в Ближнем Востоке? Ирак, Сирия, Иран, Ау и Сори, и Йемен. Спасибо. Спасибо. Ну, по первому вопросу, вы знаете, самые свежие оценки. И вот вчера на телемосте, на телеканале «Россия-24» дал наш постпред при Европейском Союзе господин Чижов. Отношения к санкционным мерам, в том числе и Европейского Союза, хорошо известны. Мы считаем это абсолютно незаконными, неадекватными и негативно влияющими на экономику не только России, но и страны Европейского Союза. Потери, мы вам тоже уже не раз приходилось говорить, при том объёме, который существовал и существует между нашими крупными торговыми партнёрами. В России санкции наносят очень ощутимый удар по торгово-экономической деятельности европейских компаний. Поэтому нам очень жаль, что Евросоюз в своей политике как-то продолжает всё-таки вести линию не на пояс конструктивизма в отношениях с Россией, а всё же как-то берёт линию, наверное, позволяя себе допустить не совсем самостоятельно, следуя примеру некоторых заокеанских государств, которые одержимы идеей наказать Россию за Украину. Но это как бы мы не обсуждаем, это на совести тех, кто принимает такие неадекватные и рестриктивные меры. Мы обсуждать не собираемся эти меры, это на совести этих стран. А что касается нашего взаимодействия, как вы знаете, мы взаимодействуем по целому ряду конфликтов, и в частности по Ближневосточному регулированию Европейский Союз, как вы знаете, является членом квартета международных посредников. И последнее заявление свидетельствует о том, что курс на содействие мирному разрешению этого затянувшегося конфликта как раз отвечает интересам и России, и Европейского Союза, и целого ряда других стран. Напомню, что в своё время российская сторона предложила Европейскому Союзу совместно очертить концепцию взаимных действий по урегулированию и регулированию региональных конфликтов. Это абсолютно вписывалось в наше взаимодействие с европейскими партнёрами. Вы знаете, что мы даже шли дальше, активно поддержав идею федерального канцлера о создании комитета по вопросам внешней политики между Россией и Европейским Союзом. Так называемая Мезербергская инициатива, которая потом благополучно почила в БОЗе и не имела, к сожалению, никакого продолжения, хотя мы настойчиво призывали европейских партнёров активно обратить внимание на то, что это взаимополезная инициатива, и она серьёзно отвечала нашим и отвечает нашим интересам. Но, судя по всему, выдвижение инициативы и её заматывание – это, наверное, часть одного пути. Александр Казимирович, какова Ваша реакция на решение Министерства иностранных дел Украины прекратить аккредитацию российских СМИ на свои мероприятия? Вы знаете, мы уже устами очень многих политиков, включая и наши заявления, Министерство иностранных дел, уже достаточно жёстко отреагировали на уже не попытки, а реальную политику киевского руководства, как мы говорим, зачистить информационное пространство под свои интересы, не сообразуясь с международными обязательствами, которые взяла Украина в рамках ОБСЕ, Совета Европы, ООН и целого ряда других многосторонних форматов по обеспечению свободы слова, обеспечению безопасности журналистов и так далее. Думаю, что это просто откровенное нарушение всех мыслимых и немыслимых норм, которые регулируют деятельность журналистов на территории того или иного государства. Особенно последние действия Министерства иностранных дел Украины свидетельствуют о том, что эта ситуация принимает уже совершенно оголтелый, агрессивный и провокационный характер и вступает в прямое противоречие с обязательствами Украины перед международным сообществом. Вы видели, что при каждом случае и министр иностранных дел Сергей Лавров реагирует на вопросы наших журналистов, которые страдают от этой бездумной и агрессивной политики. Хочу вам сказать, может быть, зайти на эту проблему немножко с другого угла. Как вы знаете, есть такая организация «Репортеры без границ». Кстати, она является консультантом, имеет консультативный статус при ООН и ЮНЕСКО. Так вот, каждый год эта организация, эта неправительственная организация делает своего рода рейтинги стран с учётом их имиджа среди средств массовой информации и тех подходов, которые применяются при обеспечении свободы слова в государствах. Вот хочу сказать, что Украина за прошлый год в рейтинге была на 127-м месте. Это на одно место ниже, чем в 2013 году. Думаю, что вот сейчас у всех у нас на виду совершенно конкретные и практические действия по отлучению российских журналистов и созданию таких условий, когда невозможно заниматься профессией журналиста. Это абсолютно реально. И очень надеемся, что такие авторитетные неправительственные организации, как «Репортеры без границ» посмотрят на то, какой рейтинг заслуживает Украина с учётом вот таких действий в отношении журналистского сообщества одной страны. Сказал бы так, что откровенно недружественная дискриминация наших журналистов на территории Украины абсолютно недопустима. И мы очень надеемся, что очередное заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, только вдумайтесь, целый институт в этой организации, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ уже будет реагировать не так формально, как она сделала несколько дней назад в отношении экстрадированных наших журналистов с телеканала НТВ и Первого канала и ряда других. Лайф-ньюс, не называя так слабо в её понимании чрезмерность этой меры, а реально поступит реакция, которая поставит украинские власти на место и, думаю, что напомнит о тех обязательствах, которые взяло это государство перед международным сообществом с точки зрения обеспечения работы журналистов в условиях безопасности и содействия. Во всяком случае, жалко, что сегодня нет никого из наших украинских средств массовой информации, но, видимо, понимая, что эта тема будет очень остро затрагиваться нашими коллегами, видимо, но если они нас слышат, то не дадут соврать, что в отношении работы у нас в России таких условий даже трудно себе представить. Они спокойно общаются, спокойно работают, не опасаясь за свою безопасность, причём общаются в совершенно разных форматах, от официальных до неофициальных. Можно на эту тему очень много говорить, но вызывает только возмущение и недоумение такая политика в отношении людей, которые имеют альтернативную точку зрения и имеют право её доносить до мирового сообщества. Скажем, то, что делают наши корреспонденты на юго-востоке Украины, это бесценный клад, который ещё предстоит проанализировать после того, как улягутся страсти и будет найдена политическая развязка этого конфликта. Так, прошу, кто ещё? Ну, вам можно. Александр Казимирович, вот Соединённые Штаты Америки не отпускают такую любую возможность для обвинения в адрес России о том, что иметь свои войска на юго-востоке Украины. Последний такой заявлений сделала Виктория Нолад. Не собирается ли Россия потребовать от ОБСЕ дать свою оценку по этому поводу? Спасибо. Вы знаете, эта тема очень сильно, конечно, разогревает медиасферу, причём каждый вот такой выплеск. Сегодня мне очень понравилась характеристика заместителя министра обороны Анатолия Антонова, который предложил, «А почему, скажем, 12 тысяч? А почему не 20? А почему не 25?» Вот так взятые с потолка эти цифры, конечно, совершенно обескураживают и просто дезориентируют международное сообщество. Любая попытка получить фактологические данные и выкладки этим безосновательным утверждением наталкиваются на просто молчание. Причём это не один десяток раз было в контактах различного уровня с американскими представителями. Что касается ОБСЕ, Наверное, вы правы, поскольку, но скорее о БСЕ. Кстати говоря, мы затрагивали эту тему неоднократно. Мы уже вам говорили о тех документах и тех нормах и принципах, которыми должны руководствоваться в своей политике в области экспортного контроля государства, подписавшие те или иные международные обязательства. В ОБСЕ это, по сути, два краеугольных документа. Это принципы, регулирующие передачи обычных вооружений. Этот документ очень важный, принят на форуме по сотрудничеству в области безопасности. и, по сути, кодекс поведения в области лёгкого стрелкового оружия. Вот эти два документа, по которым действительно стоит провести серьёзный разговор. И он, по сути, по нашей инициативе неоднократно заводился на том же форуме по сотрудничеству в области безопасности. Для иллюстрации вы можете на нашем сайте найти заявление о руководителе нашей военной делегации в Вене, которое как раз затронуло эту тему не только с точки зрения норм и принципов ОБСЕ, но и кодексов и норм, которые регулируют эти проблемы в рамках Европейского Союза и целого ряда других международных документов. Поэтому вы правы. Тема горячая и есть повод для серьёзного разговора вот именно в специализированных форматах с участием военных специалистов. Мы постараемся держать вас в курсе вот этих дискуссий. Так, пожалуйста. Да, и ещё вот прошу извинить, хотел бы одно добавление сделать, что не только Соединённые Штаты, но и целый ряд других, казалось бы, неожиданно появившихся в этом поле европейских государств, как Финляндия, мы достаточно открыто, публично и резко отреагировали на планы поставок некоторых приборов на Украину, которые могут использоваться и при ведении боевых действий. Наш комментарий вы тоже можете посмотреть. И там конкретно указывается на положение целого ряда международных документов. Забыл вам также сказать, что подобная политика входит в противоречие с теми обязательствами, которые взяли государства, намеревающиеся или уже поставляющие оружие на Украину, что это несовместимо с соответствующими пунктами вступившего в силу в прошлом году международного договора о торговле оружием. Так, пожалуйста. Ирина Топоркова, телеканал Life News. Александр Казимирович, Вы не подскажете, ФСБ подтвердило факт того, что Чангарский мост заминирован со стороны Украины украинскими военнослужащими. Уже есть от нас какая-то реакция на это? Я видел сообщение, но постараемся для Вас может быть как-то более подробно эту тему посмотреть. Ну, коллеги из ФСБ, может быть, имеют какие-то оперативные данные, но с точки зрения политического контекста нужно получить более точные сведения и данные. Мы постараемся откомментировать эту тему обязательно. Спасибо. Так, ну что, коллеги, прежде чем Вы закроете свои камеры, хотите под камеры, хотите нет, я хочу просто воспользоваться случаем, что на фоне вот этой напряженной ситуации в мире нельзя забывать о общечеловеческих ценностях, контактах и праздниках, которые нас объединяют. Я от души хотел бы поздравить наших женщин дорогих с приближающимся праздником. Знаете, что это как бы поздравление не только в честь праздника, мы всегда оцениваем Ваш ратный труд, но сейчас есть специальный повод пожелать Вам всего самого доброго, хорошего настроения, бодрости, любви, улыбок, и чтобы наша дружба и взаимное сотрудничество развивалось так же хорошо. А в домах у Вас было счастье. Спасибо Вам большое. До свидания. До свидания.